Здравствуй дорогой зритель! Нам очень приятно приветствовать тебя здесь, где сегодня мы собрались с друзьями, чтобы рассказать о своем прошлом. А точнее о том, как мы познакомились с видеоиграми и с чего началось наше великое путешествие по столь уникальным и незабываемым мирам. Как же быстро летит время. Новые консоли сменяются так часто, привнося уже практически реалистичную графику в нашу интересную жизнь. Геймеры приходят и застают разное поколение. Кто-то познакомился с играми в 80-е, кто-то в 90-е, а кто-то и вовсе в поздних 2000-х. И пройдя огромный путь среди игр, сквозь года, ты видишь как игры усовершенствуются и становятся все краше. Но тем и сильнее становится ностальгия, которая внезапно может дать о себе знать. Порой, того не замечая, плюешь на все новое и садишься играть в свои старые игры, с которыми когда-то ты встретился впервые. Будь то в магазине, увидел у друга или подарили родители, но и даже не подозревал, что именно этот выбор, который возможно сделали за тебя, будет следовать за тобой уже всю жизнь, всплывая в памяти практически на протяжении всего твоего пути. Субтитры делал DimaTorzok Володя А некоторые из меня знают еще под ником Rockman765 Я вам расскажу одну небольшую историю, с чего начиналась моя история видеоигр. А с чего же она начиналась? Как я познакомился с видеоиграми, ну это достаточно такой большой вопрос. Корни уходят примерно где-то в год 1997 Тогда, ну если считать Тетрис игровой приставкой, точнее игровой консолью, портативной игровой консолью, то да, это был 1997 год. Первый раз я тогда почувствовал вкус игр, хоть и примитивных, но все равно я не буду конечно на этом зацикливаться. А так, первая увиденная мною приставкой была конечно же Dendy. Ну естественно у кого? У всех была тогда Dendy. Первая приставка, это в принципе не удивительно конечно. Ну, я помню, это была какая-то игра на световом пистолете, по-моему Dark Hunt. Я точно не помню, но скорее всего это была она. Да, конечно впечатления были сильные от этого. Да. А потом как-то все подзабылось, да и наверное, может даже и неинтересно было просто. Своя уже потом Dendy, точнее ну какая к черту Dendy. Китайские клоны Famicom, которых было завалено на рынке. Можно было пойти в каждый угол рынка и найти там клон Famicom. Рублей за 250, за 300. Вот. И вот это был уже 2002 год. Тогда я себе только купил этот китайский клон на пару картриджей. И зависал целый день. Да, это конечно было хорошее время. Много тогда всего было переиграно, я даже уже не помню. Вообще, вся вот эта игровая индустрия пошла нам очень поздно для меня. Можно было меня спокойно называть в те времена было Slowpoke. Потому что да. Да и вообще у нас в Забайкальских уголках достаточно поздно пришел гейминг. А PlayStation 2, наверное, тогда слыхали, ну может единицы. А если спросить у кого... Если у кого-то был компьютер, то скорее всего пальцем бы у виска покрутили. Ха. Да. Вот две ходовые приставки были. Китайский Megadrive и Sega. Ой. Дэнди. Sega. Ха. Sega была у единицы, кстати. Почему-то считалась какой-то элитной консолью даже. Потому что она стоила целых 700 рублей. Это было очень дорого по тем временам. Ну, 2002 год. Это было... Были хорошие деньги, если допустим на 10 рублей можно было купить булку хлеба. Там бутылку газировки, по-моему, десятку стоила. Kinder, по-моему, 5 или 6 рублей. Ну, в общем, все тогда дешево было. И жрачка дешево. И зарплаты ниже. Ну... И вот Sega мало кто себе позволил. Это потом я уже как-то позже, наверное, года через 3-4, наверное, пощупал Megadrive, его игрушки и понял как-то, что... Не знаю. Да Дэнди, да Дэнди, да и все как-то показалось. Ну... Потому что с тех пор у меня была Sony PlayStation, тогда. Ну, а сейчас я покажу вам, собственно, мой Дэндик. Точнее, опять же, китайский клон Famicom, который у меня сохранился. До сих пор лежит... Точнее, не он, а... Другая модель. Там, где я сгорел. Ну, в общем, смотрите. Ну, вот, собственно, моя приставка. Точнее, сказать, это другая модель. Потому что та, которая у меня была, она сгорела. Все было точно так же. Точно такая же форма. Та же надпись 8-бит. Но название было другое совсем. Выглядело точно так же. С те же порты. Китайская хрень. Вот так. Ну, рассказывать особо нечем. Это даже не лицуха. Обычная китайская поделка за 200 рублей. Которая так почти что точно напоминает копию Sega Megadrive. Только, я бы сказал, версия Slim. Что интересно, порты у этой консоли могли работать как на выход. То есть, выдавать видео и аудио с консоли. Так и на вход. Например, я спокойно мог подключить через эти выходы первую Sony PlayStation. А отсюда я подключал к контенне телевизора старого, черно-белого. И что удивительно, это работало. Ну, собственно, что у меня было поиграть. Вот это картридж многоигровка 80 в 1. Первые игрушки мои, которые были на Dendy. Точнее, это был самый первый картридж, который я купил. Вместе с консолью. Ну, так. Тоже многоигровка. Интересная игра была, разве что здесь. Formation Z. Остальное, ну, так. Вот это одна из моих первых, тоже из первых, картриджей. Тут был Марио. Самая такая ходовая игруха AXA Sidebike. Вот это черепашки-ниндзя первые. Что интересно, случай с этим картриджем произошел. Я не понял, что с ним приключилось. Но когда я запустил его где-то, ну, примерно месяца два назад, я увидел не первых черепах, а первую, третью, четвертую. Я так и не понял, что с ним произошло, но... Как видите, на картинке он написан один. Хотя на картинке вообще какая-то хрень. ТОПГА-2. Ну, это достаточно такая популярная деталка была. Тоже. Вот это был мой самый любимый картридж. К сожалению, он сгорел. Сгорел вместе с консолью. Когда мы пытались с него подключить старенький советский блок питания. Он был на 12 вольт, но почему-то... Гонти его не выдержала. Ну, тут были игрушки Contra. Точнее, была здесь не Contra, а Final Mission. Double Dragon 3. Кстати, первый раз я тогда увидел третий Double Dragon. Ninja Rue Kenden 3. Причем нормальный, в котором работали пароли. Редкость была тогда найти такой... Такой каликс с нормальным Rue Kenden 3. Особенно... Ну, там... Помните, наверное, когда заходишь в раздел паролей. Там раздел не паролей, а уже новая игра начнется. Ну и Adventure Island 3. Такая тоже неплохой платформы. Но по сравнению с четвертым, это, конечно, на троечку. Ну и Contra 6. Почему-то с Дюкмуниками на картинке. Contra 6 вообще охрененная была вещь. Я ее запиливал. До самого, наверное, не могу. Кстати, карика нету уже. Он куда-то подевался. Я его потерял. Вот только бокс остался. От него. Все тогда ходил, бегал, искал по магазинам. Пятый, четвертый, третий, Contra. Но потом уже узнал, что их не существует. И вот теперь это все у меня тупо в квартире пылится. Я не испытываю к ностальгии, по идее, к этой штуке. Мне вообще больше не интересны игры с Тенди. Я это все как бы наелся. Поэтому лежит так для памяти. А играться уже не играется. Ну, вот так все и было. Все мы помним. Девяностые годы. Кассеты. Еще кассеты. Было у нас много картриджей. Были видеокассеты. И была жемчужина всего этого китайского рынка. Вот это вот Тенди. Значит, было дело так. В один прекрасный день. В 1907 году. Мне решили подарить эту самую Денди. Решили, да. Ну, поехали. Так как я уже живу в Москве. Поехали в центр Москвы. Какая там, ЦУМГУМОИ. Я не знаю, сейчас все это закрыли. Будем называть его ЦУМ. ЦУМ. А продавали вот такие вот Денди. Сейчас вы нигде не купите. Новый Дел. Все дерьмо. Понимаете? Новый Дел даже не покупатель. Ломается за полгода. Старый Новый Дел. Был харп. Сейчас уже на вообще не умеет ее делать. Такие, ну, джойстики, такие. У меня были такие. Ломалось 7 штук. Значит так. Покупаю ее. Купил. Купили мне. Жаркую погоду. Привез я ее. А я жил в другой квартире, как вы понимаете. Сейчас у меня уже больше. Сам богатым. Айм миллионер. Так вот, продолжим. Так вот. В то время, что я купил Утина История. Первый картридж был мой Утина История. Совсем уже знакомый уточкой. Ну, не той уточкой. Другой уточкой. А это совсем другая история. Так вот. Принеся домой. Это замечательная приставка. Получай телевизор. Я обнаружил, что она черно-белая. Вся игра была в черно-белом цвете. Никто этого не ожидал. Ты даже себе представить себе не мог. Ты принесе вот такой товар. На мой. Такую красавицу. Все было в черно-белом. Ничего не помогало. Купил разные протесты. Там ничего оказывается. Наши телевизоры. Система Секам. Не поддерживают. И только пришлось играть в черно-белом цвете. Ути. Черно-белые утки. Убивали черно-белых. Обезьян. Вот так было суровое русское лето. Мы, значит, в таком юном возрасте. Не могли даже в цвете. Могли смотреть на фильмы. Играть только в черно-белом. Такая судьба. Чуть через одно место у нас. И сейчас ничего не поменяется. В принципе. Что у нас меняется? Ничего. Разве только что Ельцин. Слава Богу. Так вот. Продолжим продать. Играла всего лишь полгода. Только протеки. Ну почти прошло. Не как же последнюю боссу. И она сломалась. И только через... Потом мне купили Секу. И вот. Вот она намного быстрее. Через три месяца сломалась. А не хуже. К концу 90-го уже сети стали делать. Но только через два года. 99-го. Начале 99-го года. Я смог добить тех самых уток. На цветном телевизоре. Попыток было много. Больше 40 точно. На 40, если не ошибаюсь. На 47 попытки уток я одолел. Концовка была самая простая. Никто не знал. Что если собрать 0 монет или очень много золота, то получил крутой концовку. Надо было сыграть сокровища. Но в черно-белом свете мы ничего не знали. Нам это было неведомо. Как и неведомо то. Вот в этих самых джойстиков, то есть кнопки сели к старту. Была плата. Которые сели к старту уже были. Китайцы нам все поднесрали. Вот знаменитый картридж. Было что-то похоже на вот это. 13-я такая игра на Megadrive. Вот так утка. Например. Где-то утка. Где-то чуть не плыла. Но то, что было с краю было очень смешно. Я даже не могу вспомнить что. А тут вот Чипа Дэйл при чем-то. При чем тут скунс? В то время не могли понять. Почему утка плывет. Включаешь. Включаем мою картридж. Вот мы его включили. Мы считаем, что тут. А там. Утка не плавает по воде. Утка с тростью. И всех бьет по лбу. Да. Детскую логику. Китайцы хорошо. Побомбили их по голове. Но все равно. Мы играли с удовольствием. И это нам нравилось. И с этим не поспорить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Всем привет. Я Толян. И я бы хотел рассказать свою историю знакомства с моей первой приставкой Sony PlayStation. С ней очень связано у меня много положительных, приятных эмоций, которые с того времени остались до сих пор во мне. И чувств, и эмоций, и воспоминаний, которые у меня останутся просто на всю жизнь. Потому что для меня это было очень такое необычное время. И это просто словами не передать. То есть те чувства, да, те эмоции, которые я испытывал. Это вообще, наверное, одно из самых таких ярких событий в моей жизни было, самых запоминающихся. Вот. Ну, началось все с того, что я как-то пришел к своему другу в гости. И он играл на PlayStation 1. На первой Sony он играл... Это был третий Resident Evil. Это вот когда я первый раз увидел. И мне сразу заинтересовала, какая-то девушка бегает, да, там какие-то мутанты. Вот. Там за ним еще бегал Немезис, было очень прикольно. Потом он мне показал первый Resident Evil. Японский диск. Biohazard. Вот. А та была версия у него русская. Вот. Он мне показал. И там в особняке тоже, да. И мне вот очень сильно напугала именно первая часть. Там особняк плюс вот этот зоби, который к тебе поворачивается. То есть мне вот эти игры очень меня сразу заинтересовали. Потом он мне также показал... То есть вот это самое первое, да, то, что выиграл. Вот. Первый Silent Hill. То есть если Resident Evil меня очень сильно напугал, напугал, то Silent Hill меня очень сильно заинтересовал, потому что там вот эти параллельные миры, да, то есть сначала нормальный мир, потом какой-то измененный. Мне вот это очень сильно понравилось, заинтересовало меня. Вот. Дальше был Crash Bandicoot. Только вот я не знаю, куда делся. Первая, вторая, третья часть. Потому что это не то. Ну, я просто, я так для примера, да, показываю, потому что я не могу найти первую, третью части. Это была... Сначала я увидел первую часть, потом третью. Вторая была позже. Вот это такие вот основные игры. Это Resident Evil, Silent Hill и Crash Bandicoot. И, то есть он мне показал сначала одну игру, потом другую, потом третью. И мне все эти игры настолько понравились. Они меня настолько заинтересовали. И я... То есть, например, Crash меня интересовал, как... Да, там лисенок бегает, прыгает, все цветное такое красивое. Silent Hill меня заинтересовал, потому что это такая игра какая-то необычная, да, там вот эти смены миров, да. Resident Evil меня напугал, потому что там всякие мутанты, тоже зомби всякие. И мне... Сама вот это... Как это все работает? То есть, игры... До этого я видел Sega, но это было как-то не то. Но Sony меня просто поразило, мое воображение. Я думал, как это все работает? Как-то могут быть такие игры? То есть, я даже не считал это играми. Я считал это... И сейчас даже до сих пор. Я считаю это чем-то большим. Но для меня, первый раз, когда я это увидел, это для меня настолько было удивительно. Настолько меня это захватило. Это просто словами не передать. И вот эти вот самые первые ощущения, они просто... Не знаю, у меня никакая другая... Ничто другое, никакая другая приставка, никакие другие игры, как вот эти вот именно первые, не вызывали столько эмоций у меня. Вот. И для меня это просто было какое-то чудо. Просто что-то нереальное. И как-то он, да, берет Джостикуп, играет. Я говорю, я до этого на Сиге играл. Но то, что было на Sony, это просто небо и земля. Это просто... Это просто волшебство какое-то. Вот он мне показал вот эти игры. Потом я какое-то время еще к нему приезжал. И где-то через полгода, это был в 1999 году, примерно где-то полгода прошло, то есть я к нему ездил, играл. Потом мне родители купили самому. То есть это была самая первая приставка, которая у меня лично появилась, моя. Это первая Sony PlayStation. Мне родители ее купили. Я купил те же самые игры Silent Hill, Resident, Crash Bandicoot. Сам стал играть. Плюс я еще себе купил, и опять же, это была одна из моих самых первых, и одна из моих самых любимых игр, это первый Динокризис. Ну, у меня тут сборник такой, первая и вторая часть вместе. Я не могу, опять же, найти, где у меня отдельно первая часть. То есть вот, Динокризис тоже. То есть как бы Resident Evil там были зомби, да, всякие мутанты, а Динокризис тут динозавры. Меня даже эти динозавры, они как-то больше пугали, чем те мутанты. То есть тоже столько всяких эмоций, впечатлений. Я просто вот в Динокризисе, например, да, я просто вот в начале игры просто стоял и не знал, куда идти, что делать. Мне так все это захватило меня, весь этот мир. И вот в Silent Hill тоже самое, например, да. Вот. Потом это все было в одно время. То есть как только я купил приставку Crash'а, там, Resident Evil, в это же время я узнал о такой игре, как Spyro. Первая, Spyro the Dragon, первая часть тоже. И эта игра я тоже, я ее очень полюбил сразу. Как только начал играть, сразу полюбил. Даже больше, чем Crash Bandicoot. Просто очень. Самая тоже одна из моих ранг любимых. Да, потом вот второй Resident Evil. Потом я тоже, одна из моих, тоже одна из первых игр, которые я купил, поиграл. Это вот Ice Combat 3. Вот. То есть, когда я приезжал к нему играть, да, он меня познакомил с этим миром. Я так, да, для меня это все было очень необычно и интересно. Но когда у меня лично появилась эта приставка, я смог дома сам играть. Это просто совершенно другое ощущение. Я, как только первое утром глаза открываю, просыпаюсь, сразу бежал играть. Моментально. Мне родители ругались. Ты не ешь, ничего не делаешь, там, в школу уроки не учишь. Сразу только играть. Это меня настолько захватило, что такие эмоции впечатления просто непередаваемые. Вот. И до сих пор, по сей день, я до сих пор люблю больше всего Sony PlayStation. Сейчас вот, да, вторая, потом третья. Вот. То есть, так вот пошло именно вот с первой. То есть, ну, как бы вот первая Sony для меня это было действительно какое-то просто чудо, волшебство, магия. Вот. Какие чувства я испытывал. Это на самом деле, ну, такое очень редко в жизни бывает. То есть, и я благодарен вот именно вот и своему другу, да, за то, что он меня познакомил, и тем людям, которые все-таки сделали это чудо под названием PlayStation. Это просто великолепное чудо. И я рад, рад, что я узнал и до сих пор люблю это. Я рад, что я познакомился. То есть, да, что я познакомился и вник в этот мир. И по сей день я люблю эти игры. И по сей день я помню те ощущения, которые я испытывал. И это останется в моем сердце навсегда. У каждого человека есть что-то настолько приятное, что он будет помнить всегда. И это не обязательно игры или приставки. Это лишь сегодняшняя тема для разговора. Как правило, самые яркие впечатления мы получаем в детстве, когда вдруг видим что-то новое и удивительное. Повзрослев, мы уже не испытываем подобных эмоций, но мы можем попробовать подарить их другим людям. Делитесь своими теплыми воспоминаниями. И помните, что любое яркое впечатление остается в памяти навсегда. Главное, чтобы оно было как можно более приятным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!